В России этот проект реализуется 5 лет. Поэтапно на новую систему оплаты больничных уже перешли 20 регионов. Главная цель сделать процесс начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности своевременным, прозрачным и, самое главное, независимым от кошелька работодателя. Иными словами, чтобы не было задержек в выплате больничных. Только в аппарат регионального отделения в прошлом году поступило более 150 письменных обращений граждан о таких фактах. По всем этим обращениям были проведены соответствующие проверки. Зачастую помощь оказывали с помощью прокуратуры Алтайского края, с помощью Рострудинспекции. По новой схеме рассчитывают размер больничного и его выплачивают теперь не работодатели, а напрямую в фонд социального страхования. Для этого сотруднику нужно принести листок нетрудоспособности в бухгалтерию своего предприятия. И здесь же выбрать способ получения денег. Если раньше он получал их вместе с зарплатой, то с 1 июля, в зависимости от выбора человека, денежные средства поступят либо на лицевой счет банка, либо на почту. Первоначальная выплата будет производиться в течение 10 дней, а впоследствии выплата пособия будет производиться в сроке с 1 по 15 число ежемесячно. Сейчас в Алтайском крае официально зарегистрировано более 650 тысяч работающих. По данным Алтайского фонда социального страхования, только в прошлом году им было выплачено свыше 5 миллиардов рублей по различным листам нетрудоспособности.